Вечер на Думске. Начинаем работу в прямом эфире. Говорим об итогах работы Одесского городского совета прямо сейчас. Алексей Еремиц, депутатом Одесского городского совета. Алексей, приветствую вас. Добрый вечер, Алексей. Правда, было вчера во всех смыслах жарковато. И все предполагали, что это будет. Особенно то, что произошло у стены детской мэрии. Не состоялась 19-я сессия полноценная. Ее прекратили бессрочно. Пока еще, кстати, неизвестно, когда продолжат. Однако давайте обо всем об этом поговорим. И что происходило внутри мэрии. И что у стен мэрии было. Давайте общаться. Давайте рассуждать. Перед этим я проанонсирую голосование, которое прямо сейчас начинает свою работу. Обязательно приобщайтесь к нему. Звучит оно так. Мэрия после пожара руководствуется. Три варианта ответа. Заметает следы. Хочет помочь или решает проблему. Оставляйте ваш вариант. К концу вечера подведем итог. Алексей. Что на самом деле? Какая цель у человека, который, собственно, и представляет мэрию на сегодня стоит? Я мэрию не представляю. Потому что мэрия, в моем понимании, это исполнительный комитет. Это исполняющие органы Одесского городского совета. Но вы представитель власти. Вы работаете в мэрии. Представитель власти. Могу говорить как депутат городского совета на так большей степени. Мэрия не работаю. Зарплату я не получаю. Хорошо. Это общественная нагрузка. На совещание меня не приглашают. Короче, никакого отношения вы почти к ней и не имеете. Мэрия не имея отношения к Одесскому городскому совету и депутатам этого органа местного самоуправления. Что касается ситуации, которая произошла, на самом-то деле, во-первых, это очень трагическая ситуация для нашего города. И что могу сказать? На самом деле, это проблема, наверное, системная. Причем проблемная в том смысле слова, что эта ситуация могла произойти, как ни печально, и может произойти, по большому счету, в любом городе нашего государства. Почему? Потому что, к сожалению, так как у нас строят, так как у нас относятся к безопасности, что пожарной безопасности, что какой-либо другой, гипотетически может произойти где угодно. Потому что на сегодняшний момент та система, та инфраструктура, которая была построена еще в прошлые годы, в советские времена, при нынешнем уровне квалификации, при нынешнем уровне профессионализма, я думаю, мы идем плавно к тому, что у нас скоро не будет специалистов не починить мосты, не построить нормальные акведуки. К этому все идет. И причина здесь, на самом-то деле, даже не только в нынешнем президенте, или, как говорится, в предыдущем, попереднике и так далее. К сожалению, эта система такая построена, создавшаяся система, при которой у нас проблема на всех фронтах. Это и в медицине, здравоохранении, и в строительной сфере, да везде, где угодно. Почему? Потому что, к сожалению, коррупция – это действительно самая большая, наверное, проблема. И что греха таить, с ней бороться никто не хочет. Все хотят ее возглавить. Вы знаете о фактах коррупции? Да, не повсеместно. У нас сессия городского совета, вот, если посмотреть на повестку дня, куда не плюнь, там сплошная коррупция. Вы о ней знаете? Конечно, знаю, об этом постоянно говорю, пишу, стараюсь. Скажите, а почему на сессии вчера представители оппозиционного блока, ну, вы представляете конкретно эту силу политическую, не было высказано вообще, ну, вы выступали или там кто-то из ваших фракций? Что вы имеете в виду, что очень не высказано. На каждой, ну, смотрите, на каждой, давайте так, на каждой сессии городского совета, практически, по каждому вопросу, я говорю, выступаю, высказываю. Ну, знаете, вот, если говорить вчера где, когда вчера, когда, вчера повестка дня не рассматривалась, вчера повестка дня не рассматривалась. Решался вопрос вообще о проведении сессии. Смотрите, ну, что касается проведения сессии, что касается проведения сессии, сессия городского совета, это была плановая, запланированная заранее сессия городского совета. Когда ее планировали, ну, даже не хочу такие вещи говорить, естественно, никто не знал о том, что произойдет. Что касается самой даты проведения вчерашней сессии, насколько я знаю, были разные мысли высказаны по поводу того, чтобы переносить эту сессию и так далее. То, что, допустим, мэр внес вопросы касательно выделения средств, внесения изменений в бюджет, выделения средств семья и погибших детей, и те, которые пострадали, я считаю, что это правильное решение. Оно было поддержано всеми политическими силами, независимо от отношения, как вы говорите, к мэрии, к исполнительной власти, вернее, либо вообще каких-то политических мотивов. Потому что все понимают, что это правильное решение. Все за это проголосовали. Что касается остальных вопросов, которые должны были рассматриваться на поведении, они не рассматривали. Так о чем мне заявлять? Мне что нужно было поднять руку и сказать, Геннадий Ильич, посмотрите, там земельные вопросы, там вопросы коммунальной собственности, там вопросы... Ну давайте так, ну вы же мне... Подождите, вы мне конкретно обвинили, что оппозиция вчера на сессии городского совета ничего не говорили. Когда я должен был это говорить? Можете мне сказать? Ну смотрите, политический шаг какой у оппозиции? Скажите, когда я должен был сказать? Не знаю, выйти может быть на митинг. Куда выйти? На какой митинг? Я депутат городского совета, мой митинг непосредственно там, где я нахожусь. Потому что меня люди избрали представлять их интересы в здании, непосредственно в зале и мэрии. Да, ну правильно. Призвать мэра уйти в отставку. Оппозиция бы так сделала. Послушайте, смотрите. Ну, живая оппозиция. Давайте таким образом. Мэр в отставку или мэр не в отставку. На самом-то деле это все, знаете, такая риторика. Ко всему нужно подходить по уму раз и нужно подходить по закону. Понимаете? Нужно четко понимать, что, когда нужно делать. Если, допустим, кому-то не нравится Труханов, или нравится кто-то другой, или еще какие-то аспекты. Это нужно все делать в правом поле. Это мое мнение. Я всегда его высказываю, всегда буду его высказывать в дальнейшем. Потому что у нас, в нашей стране, во многом то, что и сейчас происходит, и на Востоке, и на Юге, и в нашем городе, и в целом нашей стране, у нас, к сожалению, это все происходит из-за того, что существует такой уже внедренный, укоренившийся правовой нигилизм. Причем он, этот правовой нигилизм, находится в головах рядовых граждан, понимаете? И самое еще страшное, что он находится в головах и власти. Причем власти, что судебной, что исполнительной, что законодательной. Все почему-то хотят, знаете, кого-то обвинить, прокачать, отправить туда, снять в отставку и так далее. Все это нужно делать исключительно в правом поле, понимаете? Вот мэры выбора будут выбирать, каждый депутат, житель, рядовой должен прийти и проголосовать за кого он хочет, понимаете? То же самое, как с президентами, понимаете? То есть у нас так, говорили одно, потом отправили, потом обвинили, хотя при этом доказательств никаких нет. По Труханову есть какие-то доказательства, что он там виноват, что произошло в лагере Виктория? Так, ну, мы сейчас пока об этом не можем говорить, потому что этим занимается следствие. Абсолютно верно. Следствие даст определенные заключения и тогда уже будем обсуждать, возможно, даже здесь. Предлагаю вернуться непосредственно к сессии для того, чтобы эту недлительную сессию обсудить и перейти уже, как говорится, на улицу и поговорить о том, что было на улице. Сессия длилась неполный час. Что успели проговорить, давайте посмотрим прямо сейчас в небольшом сюжете и возвращаемся в студию. Трагедия в Виктории стала главной темой на сессии. Погибли маленькие одесситы, дети. Страшная трагедия для Одессы. Мэр Геннадий Труханов предложил начать заседание с выделения материальной помощи. По 200 тысяч гривен семьям погибших на пожаре, по 100 тысяч пострадавшим и по 20 тысяч семьям детей, которые проживали в сгоревшем корпусе. За 57 против 0, выдержалась 0. Решение принято. Чиновники, которые отвечали за реконструкцию и эксплуатацию детского лагеря «Виктория», на сессии не присутствовали. На время следствия они отстранены. Это Авдеев, руководитель ГАСКО-городского. Это Елена Буйневич, руководитель департамента образования. И это Панов, руководитель УКСА, управления капитального строительства. Вчера на согласительном озвучили, что также написала заявление об увольнении Зинаиды Николаевны Северенко. Директор департамента здравоохранения рассказал о состоянии одной из пострадавших. У нее не подтвердился первоначальный диагноз о трещине или переломе позвоночника. Девочка чувствует себя удовлетворительно. Ей рекомендован постельный режим. А выписка запланирована на пятницу. Необходима разгрузка позвоночника. Впоследствии после получения данной травмы у этого ребенка не будет. Состояние детей удовлетворительное. Двое детей с диагнозом отравления продуктами горения сегодня выписываются домой. Спустя примерно минут 40 после начала сессии Геннадий Труханов объявил перерыв. А сразу после перерыва мэр предложил проголосовать за приостановление заседания. Объяснил это решение дестабилизации ситуации вокруг здания мэрии. Геннадий Труханов пригласил руководителей фракции на совещание с тем, чтобы, видя те события, которые сейчас происходят под Одесским городским советом, обсудить о целесообразности возможности продолжения сессии. Поскольку большинство руководителей фракции высказались против продолжения проведения сессии, поэтому мы приняли соответствующее решение. Когда продолжится заседание, пока неизвестно. За событиями следят Юлия Долганюк, Виталий Прус, Думская ТВ. Итак, мы продолжаем. Прямо сейчас присоединяем к нашему разговору советника главы ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк. У нас на телефонной связи. Руслан, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Виталий вам. Слышите нас, да? Прекрасно. Хотим услышать ваши комментарии по поводу вчерашних событий у стен мэрии. Откуда такое количество правоохранительных органов? И когда вы посчитали это необходимым? Когда начали готовиться к вчерашнему дню? Ну, действительно, вчера произошла масштабная акция протеста под стенами Минской Ради в течение сессии. Надо сделать одну ремарку. Право на мирное соблюдение громадян – это базовая засада демократического общества. И я, лично, всегда буду это право защищать и налаштован на то, чтобы это право было недоторканным. То есть я поддерживаю любые правы в мэрии, любые правы на мирное соблюдение. А вот так там используются такой же политически мотивованные движения, которые используются. Тут склалося декілька факторов, трагедия Викторії, что обурила большинство населения в Одессе. Різные загострения политического характера, социально-политического характера. Велились все, много громадских организаций, объединяющих загалом на эмоции и обурение населения, подъемные или навколо подъемки стали в дитячем таборе, объединявшись, спрямовали свою активность, конкретно направленную на недоверие до межской власти, недоверие до органов... Да, Руслан, это все понятно, мы знаем это все. У нас вопрос конкретно по составу правоохранительных органов. 500 человек об этом вы писали в Фейсбуке. Появилась информация о том, что там были не только одесские полицейские. Это правда? Так, у нас были предані силы. Еще раз повторите, пожалуйста. У нас не дійсла оперативная информация, что для проведения митингов будут возможны, подчас проведения митингов, я думаю, на эти протесты будут возможны провокации. Насходило досить тревожное сообщение про наявление с миссией людей с небезопасными речовинами, это самородные выбуховые пристрои, или небезопасная пиротехника, или даже возможность была, что кто-то использует боевую гранату в нафту, для того, чтобы пролила кровь, чтобы привезти... То есть полицейских привозили из других регионов, правильно? У нас были предані силы з інших регионів. С каких? С первых житей. И при охороне пропорядка сказал, что охороняли пропорядка понад 500 правокрутків, у нас были предані силы з інших областей, в Украине. А какие-то области? Ну, это Харківська, не до областей Суми. А я про это говорю, я точно не знаю. Руслан, скажите, пожалуйста, на площади обыскивали людей? Проводили какой-то осмотр первичный? Не, не было застосовано периметру, металлодетекторы, намагались пророчувать в іншем чеме. Было приблизно зрозуміло, ориентировки на эти поли, для того, щоб не створювати якихось невзгручностей, чи навпаки не обурювати людей якими-то клітками, якими приметерами диспеки. Такими чинами була прийнята схема охоронного порядку, таку, яку ви бачили. Стою точку будівлю, жесткий пропускний режим. Да, почему не пропускали журналистов? Вообще невозможно было практически подъехать добраться. По удостоверениям, не пропускали журналистов. В частности, Анатолий Бойко говорить, что у вас даже состоялся разговор, насколько я понимаю, что его не пропускали и непонятно на каких основаниях. Ну, тут предмет окремої дискуссии. Я вам зараз не поясню, что права по свободе громадян могут быть обмежены частково. Це зрозуміло. Поясню, в чому речь. Наприклад, ну, это такой банальный приказ на пальцах. Сейчас операции подъявлено заручники. Такое, что не пропускали журналистов. Там, где есть небезпечная зона. Например, полицейский одноосудно может принять решение про это. Ця особа, яка хочет выполнять свои журналистские увольности, наражается на небезпечную. Ему одноосудно может… То есть будет спасать журналистов, хорошо, понятно. Формулировка, да, понятно. Еще важный вопрос. Сколько человек пострадало среди правоохранителей? 26, верно? 21 особа пострадала правоохранитель. И это, в основном, уражение газа. Я вам объясню, чему такая сдаётся кількость великая. Как один раз чикнул, то сразу 10 правоохранителей отримуют опыки кризиса и от газа. Так, а остальные люди не получают? Перепрошу. Среди митингующих не было людей, которые получили травмы? Три люди у нас зафиксовано, что вернулись по медицинской допомоге. И также, видуально, сразу было до трёх людей выявлено, которые отримали телесные исходжения. И потом они подтвердили поведомление за медицинские закладки, вернулись по медицинской допомоге. Инцидент с избиением человека, когда пять правоохранителей били одного человека, он упал, потом его выносили из толпы. Как прокомментируете такие действия полиции? Действительно, человек представлял ли такую угрозу, что нужно было принять к нему такую силу? Особенно я святком этого не был, но я был святком, как начался сутки, первый конфликт. По-моему, это было при попытке вылечить у одной из особей предметов, который она держала в кармане. Это была подозрена пиротехника небезопасной, или спецзакист, который пытался у него вылечить. И с этого началась первая сутка. Что касается особей, которую, как вы говорите, побили и выносили, хочет вернуться до всех, кто мог все и добывались, кто, объективно, снимал суды под мэрией. Если есть правопорушение, или перерешение повноважений с боку правоохранения, то, если вернемся к соответствующим экзаменам, они будут обеспечиваться. Руслан, а были ли какие-то факты нарушения общественного порядка, либо, возможно, какие-то открытые дела административные, криминальные, что скажете? За фактом подий, за фактом хулиганских действий, протягом вчерашнего мероприятия протеста открыта справа за ознаками правопорушения, предпоченной частиной четвертой 296 статьи Криминального кодекса Украины. Зараз ведомости про ОСВИЦ брали участие в хулиганских действиях и по иншим обставаниям и вносится до единого реестра засудовых расследований криминального справа. Так, ну хорошо. Руслан, что у нас по завтрашнему дню планируется у СТН облсовета? Пройдет завтра сессия Одесского областного совета. Будет ли там спокойно? Готовится ли правоохранительные органы осуществлять правопорядок? Попередньо у нас є три локації. Я их не буду называть, але однажды это площадка перед областной радой, где завтра будет появляться сессия облради, где правоохранители будут обеспечивать правопорядок. Также у нас есть оперативная информация, что и на этой площади, и в двух местных локациях, возможные действия, возможные акции протестного характера стихийные, чекированные, вместою дестабилизации, вместою демонстрации протеста. Завтра будет так же много правоохранителей, как это было вчера? Будет только правоохранителей завжди адекватно этим загрозам, которые могут вынесли. Журналисты попадут завтра в зал Одесского областного совета на сессию? Я думаю, что ни один журналист не может быть обмежен в своем деятельности. Особенно так очень критично ставлю всех обмежений. Но не те журналисты, или, скажем, активисты с посвященными журналистами ни в 뭔 erro не понимает, что если правоохранители выполняют свои функции в охранной правоохранителей, у них не смог верить, не смогies Look Davos, руками, они смогли отв medios делиться требителям зашественного деятельности, почему его trabalственно важнейшTell или правоохранительства, аshe не понимает. Но защищенные право журналисты здесь так же, и наша функция правоохранительства, И на дуже Баскитлова Ханка забудется все, как и у второсторжения журналисты идеально. И граждан тому, что им потенциально может угрожать опасность. Давайте не будем их пускать теперь в здание горсовета. Да, я услышал, ну, такое дело. Правда, я не совсем понял, насколько была антитеррористическая угроза. Потому что, мне кажется, соблюдение общественного порядка это одно, а вот все-таки формулировка антитеррористического угроза, или там приведение... А угроза физическая расправа над депутатами горсовета. Да, это как бы все очень такое дело. Другой вопрос, что у нас, понимаете, какая ситуация. У нас уже дошло до такого накала, что, в принципе, иногда некоторые мероприятия, массовые, допустим, политические, иногда сложно назвать просто политической или массовой акцией, а уже больше напоминают на какую-то, скажем, стрелку 90-е годы. Только еще автоматов не хватает и пистолетов. Вы испытывали страх за собственную жизнь, когда находились в стенах мэрии и знали, что происходит снаружи? Ну, знаете, допустим, лично я не испытывал, потому что, скажем так, уже, наверное, даже привычка какая-то. Я помню, что это была зима 2012-2013 года, когда тоже пытались захватить мэрию, или как назвать, сложно сказать, когда вкатывали там... Алексей, поделитесь. ...контейнеры и так далее. То есть, уже, скажем, это не впервые такое происходит. Тогда это было больше связано, так называемая, с коррупционной составляющей, потому что принимали скандальные решения. Но если говорить про нынешнюю СССР, то тоже было очень немало таких аспектов. Кстати, то, что было прокомментировано, получается, и господину Форостяковым, действительно, очень многие люди, политические силы, общественные организации, одесситы города, они вышли, потому что они уже планировали выход, и об этом постоянно говорилось и в соцсетях, и я слышал неоднократно, потому что ряд вопросов, они достаточно носят такой скандальный характер, и очень многих людей это, скажем, заставляло выйти под здание мэрии. Те вопросы, которые, вероятно, вы рассматривали бы на сессии, или трагедия, в которой эти все люди обвиняют мэрию напрямую и городские власти? Я думаю, что трагедия, которая произошла в лагере Виктории, она только, думаю, увеличила, во-первых, количество людей, это раз, ну и, наверное, может быть, добавила дополнительного такого эмоционального настроя негативного. Вот и все. Возможно, это, скажем, где-то как-то немного радикализировало, допустим, людей. А может быть, и привлекло дополнительно какие-то... То есть, если бы не было трагедия, то митинг был бы все-таки? Я думаю, что он был бы сто процентов, потому что, я еще говорю, ряд вопросов, они достаточно, мне кажется, и знаковые, и скандальные, и об этом говорили ряд депутатов, я в том числе неоднократно об этом говорил и высказывал, и на седании исполнительного комитета, и на профильных комиссиях, и некоторые мои коллеги тоже высказывались в этот счет. И я думаю, что многих людей, одесситов, это, скажем так бы, привело бы и по зданию мэрии, однозначно. Но я думаю, что все-то стало только гораздо сложнее. Знали ли вы о том, что мэрию и на работу городского совета будет охранять такое количество правоохранительных органов, перед тем, как шли непосредственности? Ну, метку информации как бы не было, потому что, ну, я как бы особо не пересекаюсь с полицией, каких-то контактов у меня тоже особых нет. Расскажите, кто был в мэрии на момент, когда туда зашли активисты, там вот были такие ребята, спортивные наружности, ну, или, если не спортивные наружности, то спортивных костюмах. Смотрите, я не знаю, кто был, когда заходили активисты, потому что меня уже на тот момент не было. Ну, обычно это нормально? Да, но я, наверное, лучше скажу о другом. Я, наверное, лучше скажу о тех ребятах, которые были, когда я пришел в мэрию, потому что я отводил детей в школу, и так получилось, что появился достаточно рано в мэрии, где-то в районе практически полдевятого я уже был в мэрии, практически один из первых, наверное, из депутатов. Хотя ряд фракций, насколько я знаю, иногда проводят заседание фракции на 9 часов. То есть еще обговорить какие-то сессионные вопросы, повестки дня, обсудить. Потому что знаете очень много. Да, понятно, кто был, кто был, что это за ребята. Значит, смотрите, начали заходить какие-то ребята такого спортивного телосложения. Не показывая удостоверения. Но я удостоверения никаких не видел, какие-то были списки. И на списках кто-то их там отмечал. Но я не знаю этих людей. Единственное, судя по внешности ребят и по поломанным ушам, многие, так понимаю, занимались борьбой. Но я, как сегодня, тоже спортом занимался, могу судить об этом. Некоторые были вообще одеты очень по-спортивному. Ну, вплоть до того, что некоторые были в шортах и обвязаны колени или локти. Но обычно это обвязывают люди, которые усиленно занимаются спортом. Опять же, борьбой какими-то боевыми видами спорта. Ну и обычно, вы знаете, кому это делают уже? Причем, как будто они даже уже, да, уже или перед тренировкой, или после тренировки. И, конечно, как-то оно было странно. В полной готовности, ребята. В прямую вы видели, да, такое? Ну, раньше я тоже видел. Но это было все-таки не в таком количестве и не настолько явно. А для чего они там? В шортах и в обвязанных бинтами, локтях и коленях я таких еще не видел. Для чего они там? Вы знаете, скажу вам следующее. Я однозначно считаю и считал, это было всегда так, и я останусь при своем мнении, думаю, до конца своих дней, что защищать и исключительное право на применение силы, ну, в рамках закона, естественно, имеет право только правоохранительные органы. Официально есть для этого у нас полиция, ну, в зависимости от ситуации есть служба безопасности Украины, ну, есть исключительная определенная конституция, законодательство Украины, есть и у нас и Министерство обороны. Что касается всякого рода охранных агентств, общественных организаций, каких-то силовых, молодежных, полумолодежных, военизированных, полувоенизированных организаций, каких-то политических силах. Пожалуйста, можно короче, у нас Денис Григорьев на связи, очень ждет сказать. Ну, спортсмен, он может быть, рассказать. Я категорически против и считаю, что, к сожалению, после Майдана это получило какое-то огромное такое толчоке развития, хотя и до этого... Это были тетушки, короче. Хотя и до этого это было, да, это было. Были тетушки, но сейчас уже Януковича нет, а тетушки трансформировались в разного года. Давайте спросим у Дениса Григорьева. Денис, здравствуйте. Здравствуйте. Денис Григорьев, на связи у нас депутат Одесского городского совета. Ну, вот говорим о вчерашней сессии, о событиях, которые были перед мэрией. Вы ушли, вероятно, да, на момент, когда туда зашли активисты, потому что некоторые депутаты все же оставались. Вас там не было, правильно? Да, конечно. А почему, конечно? Вы не хотели встретиться и пообщаться с активистами, узнать, возможно, их требования? Я вам скажу более того. Я половину из них знаю в личной жизни, и иногда мы с ними пересекаемся где-то в городе, и я с ними благотворно общаемся. Поэтому что-то выслушать в момент, когда они все на эмоциях, пытаются показать свое Я, я не вижу вообще целесообразности, в первую очередь. Хорошо, но вы готовы к диалогу открытой? Потому что именно в этом активисты обвиняют. А почему, если все так открыты? Вот спросишь у депутата, я готов к диалогу. Спросишь у активиста, депутаты не идут на диалог. Почему-то получать. Ну, знаете, все говорят обобщенно. Депутаты, конкретно, кто не готов говорить или кто не готов идти на диалог. Я всегда открыт, все знают, как меня найти. Есть приемная. Хорошо, да. По необходимости можно всегда на улице встретить. Да, Денис, что вчера происходило перед мэрией? Мы уже поняли, в принципе, что происходило в сессионном зале. Что происходило перед мэрией, ваша оценка? Ну, я скажу, на самом деле пришли некоторые люди, которые имеют непосредственное отношение к лагерю Виктория. Хотели высказать свое мнение, поделиться, возможно, своим горем. Но были те же активисты, которые хотели воспользоваться данной ситуацией и перенять ее в свое русло, как-либо. У них получилось, как вы считаете? Я считаю, нет, потому что, ну, на самом деле, образованное было решение прервать сессию. Потому что все-таки такой тяжелый момент, скажем так, для нашего города. И на горе делать себе пиар, это к ним неправильно. Городская власть должна понести ответственность за то, что произошло в детском лагере, погибли дети. Смотрите, это безусловно правильно. Но что такое городская власть? И кто такая городская власть? Тут нужно разбираться уже непосредственно следователям. И пусть они покажут, кто, где, когда, за что отвечал, что подписывал. И, безусловно, все, кто сделали какой-либо неправильный шаг в направлении этого лагеря, должны быть, безусловно, наказаны, но и сидеть в тюрьме. Это лично мое мнение. Все-таки считаете, что не воспользовались возможностью, несмотря на то, что выбрали не самую лучшую, не самую моральную возможность, скажем так, пиариться и преследовать политические свои цели, все активисты, которые пришли, скажем так, не по зову сердца вчера к стенам Одесского городского совета, а вот по политическим каким-то мотивам. Не удалось ничего? Почему? А что могло получиться? Я объясню. На сегодняшний момент существует закон о местном злоуправлении. Поэтому, даже если бы они зашли в сессионный зал, существует все-таки порядок определенный. Они не имели права и не должны были что-либо высказывать. То есть, в сессионном зале во время сессии при главном, что может выступать только какой-либо депутат. Поэтому, если активисты хотят, они, безусловно, могут попросить депутата какого-либо района, своего округа, либо просто подойти по человеческой ситуации и попросить депутата выступить. Это нормально. Речь идет не о выступлении, а о присутствии. Мы знаем, что присутствовать там может абсолютно любой, без исключения, без поклона и просьб перед депутатами городского совета. Я с этим полностью согласен, но именно вчера почему-то, не то что зал, и зал, и при входе все было настолько переполнено непонятными людьми. Поэтому, может быть, в какой-то степени это было благоразумно не пускать еще дополнительно людей, чтобы просто не ломился уже полностью зал о присутствующих. Вы считаете справедливым требование активистов уйти мэра города, действующего в отставку? Справедливо? А скажите, на каком основании они это требуют? Они могут требовать все, что угодно. Я скажу так, вот сегодня в Украине у нас присутствует гастролер, который незаконно пересет конницу. Но, тем не менее, они его приветствуют и говорят, что он должен стать мэром, губернатором, потом президентом и тем угодно. Это тоже справедливо? Вам не кажется, что было бы как минимум неплохо, если бы, учитывая весь этот накал страстей, мэр хотя бы избирательно, как это однажды случилось с Максимом Степановым, например, провел беседу с активистами-представителями самыми яркими местными? Полностью согласен. Я скажу более того. Я видел, как пришли активисты, бывшие народные депутаты партии «Свобода». Я считаю, было бы разумно встретиться с ним без камер, без ТКТ и поговорить, пообщаться. То есть, выслушать его, выслушать его аккумуляторные требования. Почему мэр этого не сделал? Как вы считаете? Ну, это уже ему виднее. А куда он ушел? Он убежал? Ну, вот очень много всяких спекуляций на этой теме. Куда растворился мэр? Я не знаю, куда он убежал или ушел. Я знаю, что он просто медленно встал и пошел в свой кабинет. То есть, что он делал дальше, ну, к сожалению, к счастью мы не знаем. Спасибо. Денис Григорьев, депутат Одесского городского совета, был у нас на телефонной связи. Зададим, буквально продублируем два вопроса. Про отставку мэра первое. И считаете ли вы, что мэр все-таки должен был вчера встретиться с активистами? Ну, что касается людей, действительно, граждане Украины имеют право требовать все что угодно. Отставки мэра, президента, кого угодно, чего угодно, у них это гражданское право отнять никто не может. Другой вопрос, вот еще раз повторюсь, оно должно быть соответствующей адекватной законной форме. Вот это главный момент. И, конечно же, здесь, допустим, бросание камней, уничтожение имущества городской собственности или, допустим, каких-то жителей, это непозволительно. Поэтому здесь должна быть определенное, скажем, понимание ответственности и взаимоуважения. Вот в этом как бы все строится. На самом деле проблема нашего гражданского общества или вообще нашего общества, это как раз в том, что мы не уважаем себя, не уважаем друг друга, и у нас, получается, ситуация следующая. Мэр не выходен к людям, потому что он этих людей не уважает, называет их там какими-то словами, допустим, вешает какие-то ярлыки. Эти люди тоже вешают ярлыки этому мэру, выходят с соответствующими оскорбительными там плакатами, хотя, допустим, скажем, решения суда нет. То есть, на самом деле, все друг друга, на самом деле, это очень нездоровая. Нет, это ненормальная ситуация. Ну, когда есть оппозиция? Если в городском совете оппозиция такая поспоконняя, то кто-то должен... Ну, это не значит, что я, допустим, депутат городского совета, член опционного блока должен вставать, допустим, и оскорблять мэра, или, например, там... Ну, речь не о оскорблении, конечно. ...вешать какие-то ему ярлыки. Почему? Потому что, ну, это незаконно, плюс он может так же само подать, допустим, в суд на оскорбление своего достоинства и своей личности, понимаете? И так же само наоборот, да, он должен ко мне уважительно относиться, потому что меня так же само избрали, избрала громада, как и его. Что касается людей, граждан Одессы, которые вышли туда, однозначно, понимаете, какая ситуация там. Любая политическая сила имеет право туда выходить и требовать те или иные, допустим, требования и так далее. Но оно должно все находиться в рамках закона, без оскорбления, без унижения. Это очень важно. Что касается оппозиции мэра, почему он не вышел к людям, ну, я же говорю. То есть, у нас так получается, что, знаете, каждый со своей правды, на своей волне, никто не хочет друга слышать и уважать друг друга. Вот это главная проблема. Пока неизвестно, когда продлят сессию, когда она состоится. У меня такой информации нет, но вот сегодня был согласительный совет спутного комитета, его городской голова вел, он был. И, как бы, никто никуда не убегал. Спасибо. То есть, информация, которая у меня есть. Алексей Ереминцев, депутат Одесского городского совета, был у нас в гостях прямо сейчас. Далее по плану новости. После новостей возвращаемся в студию. Дождитесь. Редактор субтитров А.Семкин